С нами на связи Олег, да? Все правильно? Маша, прости, пожалуйста, меня просто видно только тебя. Я поэтому к тебе и обращаюсь с тем, чтобы понять, все ли у нас хорошо с связью. Все у нас хорошо. Олег, вы нас слышите и видите? Ирина, Маша, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Олег, я буду на ты, потому что мы с Олегом знакомы. Я видела, что ты ездил в Шебекино. Можешь, пожалуйста, рассказать вообще, как сейчас там что выглядит? Если там вообще есть на что смотреть. Я там был вчера и был там в пятницу. Это город, похоже на призрак, и это жутко, это непривычно видеть российский город в таком состоянии. Людей там практически нет, ну практически, имеется в виду как бы визуально. Но если постараться, то их можно найти. Они находятся в домах, в подвалах, кто где. Что-то горит, что-то целое. А оттуда, то есть это в принудительном порядке оттуда вывозили людей? Или как это происходило? Ну, первые дни, ну, скажем так, я немного упустил момент, как проходила эвакуация. Она прошла очень быстро. То есть людей забирали с автобусами. Не могу уверять, но это было, скорее всего, дня два. Ну, это было непринудительно. Приехали, озвучили как-то, как-то кого-то где-то собрались, может быть, через сирены. Опять же, я в этот момент не могу прокомментировать, как это было. Но то, что я уже застал момент, для себя обратил внимание, что эвакуация закончилась. И тут я понял, что вывезти, ну, как бы всех вывезти было невозможно. Потому что я наблюдал любую эвакуацию в Купинске, которой практически не было. Я находился в тот день в Купинске, когда это было все в сентябре. И предположил, что то, как мы это умеем делать, делаем это не очень хорошо. Хотя эвакуация в Херстоне была достаточно хорошей, на мой взгляд. Но Купинск был очень плохой эвакуацией. Там кто успел, тот успел. А те, кто получили паспорта, российские китайцы остались. Ну, многие, скажем так. Можете меня просто сориентировать географически. Это то, что мы Купинском называем, да? На ударении, я так понимаю, что... Это украинская территория. Это украинская территория, но в Купинске была военная администрация России. Это город, который очень быстро стал российской территорией. Буквально за один день без боя. И это, грубо говоря, аналог Харькова в российско-харьковской территории, скажем так. ВГА, там была администрация. То есть это как бы знаковый город для... И вы имеете в виду, как там проводилась эвакуация уже вот этими назначенными российскими властями, когда пророссийскими властями, когда было наступление украинской армии, когда она освобождала территорию, в том числе Харьковскую область. А что не так? Что именно? Вот вы говорите, мы не умеем этого делать. Какие проблемы? Не было объявления. Информирование. Раз. Так. Ну, это одна самая. Люди, получается, выехали те, кто увидел, что пошла колонна. И они встраивались в колонны. Это не было эвакуации гражданских. Это военные уходили сами. А администрацию якобы там кто-то вывез, предупредил. С ними было все проще. Но не все население. И я знаю очень много людей, которые там остались. Которые вынуждены потом думать, что им делать потом с российским паспортом. Так, ну это Украина. А в России все-таки Шебекин российский город. Крупный город. Насколько я понимаю, там несколько десятков. Сколько там? 40 тысяч, если я правильно помню. 40 тысяч Шебекина. И 5 тысяч Таволжанка. Соответственно. Скажем так. Люди там есть. Посчитать их. Должна заняться администрация. Но на мой взгляд, тысяч пять. Тысяч пять там есть. Остается. В основном это люди пенсионного возраста. Те, которые не выходят. Не хотят покидать свои дома. Да, совершенно верно. Там работают экстренные службы. Есть ли там присутствующие российские военные? Можно ли туда проехать? Да. Как это выглядит? Стоят блокпосты. Блокпосты стоят. Не пропускают. Мне сказали, что можно проехать при наличии каски и бронежилета. Так как у меня это все есть. И бронетонный фургон. И есть, скажем так, не то чтобы удостоверение. Мне как-то выдали награду, что я там волонтер. И этого всего хватило, чтобы проехать. Попасть сюда, привезти воду, продукты, спички. И с мегафоном ходить по улице, кричать, кто в оборот. Вот таким образом происходит. Я такой не один. Таких людей несколько приезжают, забирают, привозят в Белку. Кого-то уговаривать не нужно. Кто-то уже готов и говорит, я быстро. Вот дайте мне пять минут. Мальчики, заберите меня отсюда, пожалуйста. Либо второй популярный запрос, вывезти их из Шебекина в близлежащие поселки. Но не южной стороны, где Украина, а в северной, либо в восточной. Там есть какая-никакая коммуникация, там есть вода. И даже работают некоторые магазины. Но на эти территории въезд, они как бы вот за блокпостами. То есть туда чуть тяжело заезжать. С внешней стороны имеется в виду. Из Шебекина без проблем. А вот с внешней, там уже можно не заезжать. Там же есть просрочные дороги. А вот ты там вчера был. Расскажи, пожалуйста, а там слышны взрывы? Что там происходит? Ну, если в пятницу, скажем так, было очень громко, очень шумно. Это все проходило где-то в близости, все эти взрывы. И нужно было бегать по подвалам, по укрытиям. Мне было страшно. Я находился, я ходил вдоль домов. Я всегда смотрел по компасу, где север, где юг, чтобы понимать, откуда будет лететь. Но вчера все было тихо, потому что, скажем так, я вышел на связь с людьми, которые могут подсказывать, ориентировать и говорят, вот сейчас нельзя ехать, вот сейчас тише стало. Понятно, на свой страхи риски ехать туда никогда нельзя, но ориентируемся тихо, громко. Вот с такими ориентирами. Вы представляете себе, что в Новой Товолжанке происходит, и почему Гладков говорит, что мы не можем туда зайти? Вы можете себе представить, о чем именно речь? И можно ли туда проехать, да? Туда не ездит никто, потому что выпусков городом постоянно. Мы хотим вернуться, мы просто хотим помочь и хотим вернуться. А в Товолжанке это случай, в котором ты, скорее всего, не вернешься. Поэтому даже отчаянные волонтеры туда не заезжают. А оттуда людей вывезли? Кого успели, того вывезли, да. Нет, службы, например, сейчас работают по эвакуации военные. Это небольшие фургончики, наподобие моего, но, может быть, чуть больше. И они также ходят, обстукивают, обзванивают. Но многие люди, например, могут быть у соседа, например, в подвале. Тут у нас всплыла такая проблема, что у нас нет базы данных, единой базы данных среди волонтеров, терроробороны и военных, чтобы мы могли как-то отмечать дома, где мы были, где мы не были. Мы можем ходить по заявкам и дублировать их. Например, нам скидывают. Соберите там бабушку и тетю. Мы приходим, ее уже вывезли. А мы потратили там полчаса на этого человека, у которого уже нет. Ну и так далее. То есть хотелось бы, конечно, нам как-то систематизироваться, наладиться и действовать сообща более эффективно. Спасибо вам большое. У нас время-то уже 8, да, 9. 9. Спасибо, Олег, волонтер с нами из Белгородской области на связи. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, я последнее, что прочитаю, 16. Спасибо, что ты был.